Модернизация во всех школах округа. В рамках внедрения федеральных государственных образовательных стандартов химки получили учебно-лабораторное оборудование, которое делает процесс обучения более захватывающим и эффективным. В современной технике оснастили и лицея номер 11. Татьяна Кастанда оценила новшество. Как зовут нашего волка? Рома. И проверим. Прекрасно. Картинка оживает на интерактивной доске. Теперь так проходят уроки в химках. Все начальные классы обеспечены специальной техникой. Здесь проектор, 13 ноутбуков и лабораторное оборудование. Александр Коротков с компьютерами знаком давно, поэтому в школе с легкостью освоил все новшества. Понимаете, здесь очень хорошие игры, программы очень хорошие. Понимаете, здесь как раз очень хорошее развитие идет. Прогресс налицо, считает учитель Ирина Богомолова. Когда она пришла работать сюда 25 лет назад, в классах не было ничего, кроме обычных досок и мела. Благодаря новой технике процесс обучения захватывает всех ребят. Кроме того, информация запоминается легче и быстрее. Но и для самого учителя плюсов немало. Если раньше тесты проводил учитель и самостоятельно подсчитывал результаты, то сейчас это делает аппаратура. Конечно, облегчение труда учителя. Учебники, конечно, никто не отменял. Они гармонично сочетаются с новым оборудованием. Но ребятам, похоже, все же больше нравятся компьютеры. Ноутбуки. Потому что на них уже полегче работать, чем в учебниках. Программа внедрения государственных образовательных стандартов в Химках действует второй год. В 2012 оборудованием обеспечили первые классы. В этом – вторые, третьи и четвертые. 62 миллиона было выделено городскому округу Химки для получения учебного лабораторного оборудования для наших образовательных учреждений в этом учебном году. Педагоги уверены, что теперь процесс обучения станет эффективнее. А дети с нетерпением ждут начала следующего урока. Татьяна Костанда, Олег Мелехов, Служба новостей. Совершенно верно.